Даром благ дал. Даром ни за что. И если он теперь содействует, помогает, располагает от Советовских людей, чтобы сохранить этот дар, чтобы развить его, умножить этот талант, это называется благодать. Посмотрим по Слову Божию, как разъясняет нам сам Господь в своем Писании. Вот третья книга Ердер, 1 глава, 37 стих. Завещаю благодать людям грядущим, Детям которых, не веря в Меня, торжествуют. Вот такой благодать это совсем почти нет у нас. Я постоянно подчеркиваю, что духовных детей я не вижу. Ну маленький еще трудно сказать, но подрастает, начинает ходить. И вот этой ревности, заботы о спасении души нет. Легко тянутся к неверующим. В том, что приедет, который не добрый бывает, совсем ребенок в лагере, они ненавидно с них сведляются. Благодать в детях, чтобы они могли передать грядущим. Это большая забота. Кто по финалу здесь будет? Как будет? Мне уже предсказывают разного. У вас не будет, то есть будет так и так благодать сохранить. Будет еще, может быть, высший. Мы начинаем с неря. А теперь какое у вас на снизе? И все-таки мы делаем большой-большой выбор. Там приглашение уже добрых 100 тысяч, наверное. Ну, с половиной приглашенное. А пришел один человек. В прошлом занятии один пришел еще какой-то, хотя трое пришли, но придется, видимо, подреседовать ее за третихи, ну, приходить. Совершенно безумные слова говорит. Не послушал, как он и сейчас. Третий, он его, наверное, строит. Он зачем такой нужен, чтобы мы за него отвечали? Он неконтролируемый. Благодать делает человека вхозным тому, от кого она получена. То есть от Бога. И так же 3-е езды 2.32. Благодать моя не отпудевает. То есть не верует Бога вверх Духа Святого. Не отпудевает. Обычно как все. Я достиг свою вершину. Или в профессию, или в развитии, в спорте. В благодати нет вершины. Потому что будьте святы, как я святы. Это благодатные слова. А мы знаем оригинал не достижим. Иначе Бог перестал бы быть Богом. Ну каждый может быть таким, какой у него Божий. Вот я прочитал этот Коран. Я не нашел ни одного момента, где бы я сказал, а я как не могу. Он разрешил грабить караван, и я к этому готов. Почему нет? Автомат уже не наталья. У меня такая защита. Сказали, 4-е имеют жены. А, видимо, старшего можно больше. Я тоже готов к этому. Ничего великого то он не принес. А что я Господь то сказал, и отправил Автомат. Блаженный нищий Дух. Все время за москутку обратается. Блаженный плач еще. Не выжмешь трез. В тюрьме оплакал. Здесь ничего нету. Пришел, как камень сухой. И все время. Блаженный, Иван, и право дороги. Никто сегодня не будет. Хоть даже вниз закричить. Так прислезли. Вот. Начни практически исполнять заплаке Божие, и ты увидишь все благодатное, и все божественное, и правное нещим. Вы молитесь, чтобы вышел этот том. У него еще 18-то еще. Не знам даже. А это 18-то будет. И Вы ознакомитесь с учением, которым исследует миллиард. И выпадать Библию, каждое утро будете целовать Господь. До чего это понятно без разъяснения? Правда, даже их учителя уже 1300 лет не могут разъяснить. Только моленький человек послушает. Это неужели я первый раз, когда получил Коран, и подумал, что мне подсунули другую книгу. Не может быть, чтобы люди в это верили. Это какой-то обман. Я давно начал считать, что это неправда. Смирился сущей правдой. Вот поэтому они ничего не знают, эти люди. В этих странах никакого продвижения, развития, ничего не нету. И все одно это зло бы сжечь машин, и все так и осталось. И мы считаем, что благодать не оскудеет. Благодать призывающая, благодать обращающая, благодать отвечающая. Веки Йогер 6-41. Он говорит, Господи, если я обрел благодать, мы просим что-то великое, научиться говорить о том, Господи, я прошу дела необычного, если я обрел у тебя благодать. Мы ходили по городу, читали объявления, разные религии, с ними связывались. Молиться-то негде, Господи, если я обрел благодать, дай мне место такое. Мы все об этом молились и ничего нету. И вдруг Бог дал, где мы сейчас находимся. Нас первые дни говорили, раздаем блюда дырами, чтобы души строить начальнюю блюда. Все против. Какой там статус? Но если я обрел благодать, Господи, распорожи все за начальнюю блюда. И вдруг распорожили все за Кремля. И сделаем домик. Если обрел благодать, Господи, дай, так, чтобы были ученики с нами все, где-то другую деревню, там ходили дома наниматься, подушили там, и своя школа, свои все верующие учителя, чудо Божие. Если я обрел благодать, Господи, позволь мне народу сказать сегодня слово о благодати. Я сегодня верю молился. А ты молил, Господи, если я обрел благодать, дай мне поверить в то, что будет считано, разъяснено на основании слова. Если мы обрели такую благодать, помоги нам, значит, и пусть завершить до конца. И с радостью ожидайте шерсти из этой жизни. Не страшись ты! Ни одними с обретками травить себя. А вот тебе везут, в обретах ты везут, как тараканы. Утравят сами себя, и все. Все, вам жизнь надоело. Примудует Соломон, 3, глава 9 сих. Благодати нет со святыми Его. Теперь я понял, кого она любит эта благодать. Она вместе с милостью приходит в благодать. Прощение от Христа, что вымер за нас, побоёт веру и со святыми. Значит, нужно жить свято. И при вере истине к людям он такой или я такой? Нет. Взирай на начальника совершителя веры Иисуса Христа. И он вместо предвижавшей об радости претерпел крест. Люди ничего больше не приготовили. Если нас за правду гонят, это как раз то самое. Георгия победоносца гонят за лошадью. А были сапоги, а сапога в гвозди, которые ноги насквозь прокрутят. Представляете, еще в гвозди шевелятся, когда нога сгибается так. И смеются. Ну как Георгий? Хорошая сапоги, очень хорошая. По ноге как раз потерю я искал. Вот как надо отвечать. Врагей в гвозди лопаются. У тебя трудно, погибли дети и их, чтоб... Гош, да, я такой счастливый. Они не развлатились, наркоманами не стали. Я на них жертвы приносил. Я такой счастливый. Гош забрал у меня детей. Это благодать. Наполни благодатью язык. А язык говорит от избытка сердца. Наполни благодатью сердца. А сердце это Дух, но тоже наполни меня Духом Святым. Вот где главная благодать. Премудрость 16.25. Благодать, питающая всех. Ответ. Она никого не пройдет. Только уготовать надо сердца. Не скажи так, что меня Бог обошел благодатью. Он меня не покушает. Он постоянно касается через события происходящие. Через слухи, молву. И главное через Слово Божие. Через отвлечение, ощущение, скорбь и печаль. Это благодать. Ты вчера понимал так. А сегодня Бог открылся, и ты победил. Человек и настороженный был в Библии. А сегодня ты слышишь ее. Бог благословил нашу сестру. Она написала, и вы уже сегодня понесли. Как хотите, чтобы с вами поступали. И в двух местах. И в Деянии, и в Дуангелие Духи. Все подойдите, посмотрите и благослови, Господи, те руки, которые писали это. Благослови, Господи наш, чтобы эти писанные строки крепко влезли в нашу душу. В мозге наше. Потому что эти слова на разделение души и духа поставок в Монгол. Ни делать души еще себе не желаешь. Примеряй все время. Это я сделал, сказал. А теперь, что он слышал, про меня говорит. Вот и все. Сера 4.18. Сколько ты велик, и столько смиряйся, и найдет благодать. То есть, по каждому пути отыскать благодать, смиряйся. Чего бы ты ни достиг. Никогда не похваляйся, что это твое, это благодать. Кто вот об этом хорошо понимал? Апостол Руда 1.4 говорит так. Есть люди нечестивые, обращающие благодать к распуску и отвергающиеся единого владетью Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Отвергать благодать во Христе Иисусе дальше идти уже некуда. Ты остался одинокий. И тогда будешь верить о лжи, стоять за неправду, у которого Бог вехать и у дьявола слепил, и у меня полотнятая благодать. Мы все благодатные здесь. Потому что мы верим в Библию. Мы благодатные многократно, что мы обрели не просто веру, а веру святую, чистую, православную. Какую-то после их времен. Какие мы счастливые. Представьте, сейчас текстанцы собрались, они радуются, пляшут, ну по-разному. Они не церковь. У них нет этой благодати. Цените это. У нас многое может быть не так. Когда Господь пришел. Пришел к народу, который давно пошел в другую сторону. Он к Нему пришел. По обетованию Отцам. Он пришел. Они Бога Его уже не поминают книги. Он говорит, ваш отец дьявол. И однако Он пришел к этому народу. К этому народу родился. И апостолу Констану Драйлеву. Почему? Благодать ради Отцопа обещали Его. Ведь нас впереди прошли наши православные, в одном даже главные проповединики. Это Степан Пермский. Он знал язык треников зверян. Проповедовал. Он апостол у них. И Маккейти митрополит московский. Макрай и Глухов на Алтае. Изучили язык. Он проповедовал шоссом, Алтаесом и всем этим. У нас есть на кого взирать. Я, например, думаю так, что они святые и молюсь им. Потому что это настоящие равноапостольные мужи. Ни Ольга, ни Владимир равноапостольные. Они близко не стояли к этому. А этих даже не называют равноапостольными. Это настоящие апостолы были. Апостолы это посланные. Трища Соломона 8.35. Кто нашел Меня, тот нашел Жизнь и получит благодать от Господа. То есть, мудрость. А мудрость, то мудрость уже. Потому что она священное описание. Кто нашел прелудрость, поверил в Клово Божие, скажи, я хочу быть от благодатью. Я открываю Библию и пошел на благодатью искать. Ищите ее здесь. Ищите среди ближних, среди обезболенных. Нуждающихся. Бог может давать доволен без наших молитв. Но Он хочет, чтобы мы друг за другом молились. Почему мы говорим Вам? Какая-то заболела. Час болит. Меня заболело. Что-то со мной. Молитесь. Сегодня уже мне двое подмолили. Володя Салтайкин, Галина. Уже не пришли местных. Всего было все нормально. Потому что болезнь на территории Божьей Бог и посетил. И мы должны порадоваться, чтобы они наконец-то заболели. Слава тебе Господу. А теперь, Господи, чтобы они измекли нужный урод и очищенные пришли. Как огнем очищенные. Скорбями. Как нам хорошо. Мы знаем. И Бог отвечает на молитву. Павел нуждался, чтобы она праздновали. Тем более мы. В первом послании Петр в четыре дети говорят так. Служите друг другу. Каждый тем даром. Который получил. То есть от Бога. Как добрые домостроители благодати Божией. Мы все являемся строителями благодати Божией. Спасение во Христе. Ухаживать свой даром. Ну только молиться. Другому что-то готовить. Третьему помогать. Ухаживать за больными. Особая. Свобода какая-то. Кто-то с детьми возится. Это все благодать. Если все это идет к ногам Христа. Там, где сидела Мария. Римлянам 1.5. То есть через Бога Христа. Через Которого мы получили благодать и апостольство. А в какой цели? А священник сказал. А я получил благодать в священство. А ты получил, Ариста, благодать в пение. Пение – это дар великий. Потому что ангелы поют. Да не подавляют ангелам. А написано во имя Его показать веры народы. Не свои голоса показать. Чтобы через пение люди не услождают в театрах себя. В стилагониях и поют им «До воскресных Бога». А перед ними человек и бесы настоящие сидят. И никто не трепещит. Чтобы покорять веры. И ты поешь так и все время, думаю, Господи. Чтобы пение на тебя простаивало. Сердце скоснулось людей. И чтобы мы единые с вами уже не имеющие петь подсоединялись. Бывает такое пение прям так хватает. Мы совсем не могут петь. Но так, как вот и подпеть вместе с ними. Римманом 5-2. Через которого, через Христа веры, мы получили доступ к той благодати, к которой мы стоим и хвалимся. Что мы получили дар. Не исполнением каких-то обрядов, законов. Обряды все эти только нас сжимают. Показывают, что мы идем особое место. Более целовуденно хотим себя вести. Настрой такой. А благодать на Христе – это кровь Его святая. Это Его заместительная жертва на Христе. Он был за нас. Евреям 13,9. Учениями различными и чуждыми. Разных и негалистов, адвентистов. Не увлекайтесь. Ибо хорошо благодатья укрепят сердца, а не ясными, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Читайте православную литературу настоящую. Сегодня провокально, это столько много написано, считаю, что самого главного нигде не говорят. Ну ищите, чтобы всюду и везде указывали на Слово Божие. А если этого нет, они не знают сами. Ты просто потеряешь имение. Во всем Ветхом Завете Слово Благодать встречается десять раз. И вся ухаживает на Новый Завет. Всюду и везде на мудрость Божию. А в Новом Завете, который три раза лишен, сто двадцать два раза. И только в одном послании к римлянам апостолов правил Слово Благодать упоминают девятнадцать раз. В одном послании. В два раза больше, чем на Слово Благодать. Почему? Она пришла в Благодать. Вот почему мусульмане, еретики и всех апостолов больше всего ненавидят Павла. Те петь не могут. Потому что его послание разбивает все ежище. Я беседовал с родиной с проповедником, которым по городам ездил в Баттистке. И, видимо, все-таки Господь сумел его коснуться. И он не выдержал. Вот это все Павел натворил. Когда я сказал руководству, Баттисты и Благодать запретили больше, чтобы он нас не проповедовал. Они именно не определились. Апостол Павел не определил. Бытие 6-3. Но я обрел Благодать передачами Бога. Чем? То, что он вместе со всей семьей он оказался на корабле. Он обрел Благодать, что получили поручение строительства. И мы получили поручение благодать домостроительства, чтобы через нас происходило. Чтобы мы шли по городу, по храмам, где свидетельствуют. Вчера наши братья были в городе. И уже люди знают. Бог, мы за рубежи теперь соединились. Все. Соединились. Они еще не понимают, что это соединение пока только формальное. Дальше они боятся идти. От них все посыпутся. Будьте стойки. Никуда не шевелитесь и молитесь, что Бог нас в этом сохранил. Конечно, под местного лепестков мы не думаем идти. И сохрани нас Бог от этого. Мы только за Него молиться будем. И за Патриархи молиться. Но их руководство, то, что они делают, говорят, пусть оно мимо нас пройдет. У нас есть учителя. Стира века. Катафорста Павел. И он был Таус. И бытие. Псалом 44,3. Когда мы будем проповедовать, чтобы каждый мог сказать благодать и взливать из уст Твоих. Благо слово Твое. А какое? Господь их сверил из этих. Он говорит благо слово Господне. Бог дал благодать, прожил жизнь. Ты бы лежала сейчас и не встала. Если бы Господь не поверовал. Притча 3,34. Бог дает благодать с неверным. Поверьте себя, жены. Вам очень трудно войти в эту благодать. Вы просеетесь к мужьям. Става какие-то находите. Все умничаете перед ними. Кончится мирное время, мужей заберет, что тогда будешь искать. Руководителя его не будет. Накрани Богову свою. У тебя знак власти на голове. Даже бровь лотка. Где власти? Смиренным дает благодать. Повторяем язык 3,34. Пошло дальше. Мне Бог дал мужа, и Он мне глава. Все же я в голову сшибаю. Наш сосед, я даже в голове буду. Экклисиаз. Получается, что не смиренный, никакой благодати не получаю. Экклисиаз 3,12. Слова и журс мудрых это благодать. Я хочу получить благодать. И сходя на слова мои в устах моих мудрых. А Господь говорит, мудрость у меня. И опять к Слову Божию приходит. Как это не знать-то? Всего не объясняет благодать. А почему по этим местам-то не провести-то? А священники, которые вышли и сказали, благодать от Слова Божия. И мы сделали вас безблагодатными, потому что Слово Божие скрыли от вас. Вот как он должен был сказать. Молите Бога за меня, чтобы Бог не поразил меня. Что я эту благодать от вас отнял. Я никого не привык в Библии. Я ее похоронил. Там в газете это черное свет и все. Все подается. Иоанне 20,32. Павли уходят, оставляя навсегда пасту, пастури. И говорит. Я предаю вас Слову благодатье. Не просто благодатье, а Слову благодатье. Вот что главное это. Могущему назидать вас более. Оно само, без нас, без проповедующих будет назидать. И Павел поручил так. Смотрите Слово Божие, вы не заблудитесь. Они будут многое срежать, но точно не туда поведут. Они будут вас по камешкам, по дереву, по островам. Ищите Библию. И если вы будете знать Слово Божие, вас никто не спорюнет. И Атав 4,6. Показывает, как можем лишиться благодати. Бог гордым противится. А Смиренным дает благодать. Как только начинают гордиться? Свои дети на этой жизни, которые думают, что что-то знают. Они в опыта жизни ничего нет. И все. А вы это не понимаете. Вроде мы от Павла. Ну, какие там предки. Бог гордым противится. Почти старость. И этот, который предполагает. Блаженные люди, носившиеся идеи славы, имеющие два совета. Слово Божий мозг как учат. И 1 Калимфом 3,10. Павел говорит, я по данным от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, какое? Вера в Иисуса Христа. Кто не положил это основание, он не мудрый строитель. Вера в Иисуса Христа говорила, что и нет у него благодати. А он только одно. Исповедность это защищается. Исповедность это защищается. А к Христоту не привозит. Показывает фильмы разные, правоклавные. Вот он еще дотворцы, нас права, что-то делает. Ну, исцелил даже без основания. А дальше-то что? Ну, когда он опять же идет на буты, теперь всем зешит идет. Ну, исцелили мальчик у ноги. Ну, а дальше-то что он этими ногами теперь в наркоплетроны пошел? Он полет в Чечне убивать невинных мусульман? Ну, почему, конечно, не говорить это? Даже Кринус сел, что сценарист написал, подсказывает фильмы играли-то артисты, и самая хорошая, когда песноватая играет. Почему? А потому что она не играет роли-то, она как в этом живет. Она на самом деле песновата. А люди говорят, какая хорошая артистка. 1 Калимфом 15,10. Благодать его во мне тоже не была тщетна, напрасно. Ну, давайте проверим. Я уже благодатный, считаю Слово Божьей, присещаюсь. А почему? Но я более из всех их потрудился, чем плохо в этих. Впрочем, не я, но Благодать Божья, которая со мной. Очень просто проверить. Я более из всех их потрудился. Почему? Потому что многие города посещал. Я считаю в прошлом году Диаком один, в 108 городах выступал. Миссионер 21-го лета. Я посчитал, у него рожденный свыше. Он людей не приводит ко Христу. Его спрашивают, как обращаться с молодежью. Он не знает. Отсылает к мирским писателям. Не русским. Да еще последнюю главу, если бы он так досчитал. Он знает. Теперь объясни, как прийти к Господу. Как не отлететь к Господу. Когда наша душа разделится от тела, чтобы она была одета благодатью. Добрыми делами. 2-й Аказинцем 1-15. Довереваясь я к вам прийти, чтобы вы вторично получили благодать. Может ли ты кто-то поможет сказать? Он может приехать помазать. Бабушка наша. Какая бабушка у Махты стояла? Он говорит, Павел, чтобы вторично я пришел, и чтобы преподать благодать. Ну вы догадались, какая благодать? Ну ясно, что не миропомага. Не миропомага, не им приеме делать-то. Не собора от вас. Богащих. Аж Слово Божие. Я не до утра буду. Правда и Тихий тоже упал. 2-й Коринфянам 6-1. Что благодать Божия не была тщетна во мне. Но ее надо хранить. И Павел заботился о ней. 2-й Коринфянам 8-1. Уненавляю вас, братья, благодать, и данность от вам махедонская. Вот бы нам какую-то благодать. А какая благодать? Очень простая. Вот ящик. Несите на стене, побольше туда денег ложите. Ведь вышла только деньги. И не куда-то деньги, а соль направленные. Для дорогих мне юбилеев отнести надо. У них голод. И даже все апостолы и все учителя, которые идут еще века, все постановили делать сбор и отнестили в Мусалим. Там беда, первоствующиеся, и там голод. Сегодня духовный голод. Я имею самое большое нужное и могу ее отправить через книги. Я уже не обращаюсь. Но кто может? Старайтесь помогать. Вы ощущаете, что это благодать, что выходит у нас, что книги на Слове Божьем основаны. Ефесянам 3.8. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия. Но от Павла до нас он говорит, что год бы мне застишь. Ну куда нам за апостол не убраться? Наверное, уж там чудеса творят. Ничего подобного. Он говорит, что благодать благовесствовать язычникам. Наследие богатства Христова. Благовесствовать, а не сидеть. На это-то мы можем пойти. Не сегодня довезут еще группу 3-4 отдельные по городу. Да пойдите. Тем более опытные братья идут во главе со штецом нашим. Пойдите. Что мы благодать благодествования, порученные нам Господом. Желаем донести до людей. Развестить им, что Христа ждет их. Тем более у нас место есть куда 20 сказать. Ефесянам 4.29. Никакое гневое слово не исходит изюз ваших, а только дозоро для наседания, чтобы дать благодать. Слушаешь все. То есть поставить надо преграду, что сказать. А благодать это когда ты говоришь про Евангелие. Еще в годы советская расти. Приехала инспекция по труду. Я думаю, подойти надо бы что-то сказать. Потому что женщины на себе поставят такие насилки, просто килограмм по 50 и больше. Никакой техники нет. Но это жить. Я подошел и сам говорит. Вы не думаете, что вы пристанете на суд блаженок. Ну сколько получаете? И они... Ведь очень трудно жить-то. Вы спрашиваете, если Господь сказал. Ваш евангельский язык. Он читал или просто так сказал. Как сам Господь сказал. Заступиться за кого-то. Возвестить о справедливости, которая будет в Сарстве Небесном. И вот очень о справедливости уничтожен. Это от Бога. И главное. Никому никогда не завидуете. Ни в чем. Чего больше получил? Он больше наваровал. Пойдет у него деньги. Они страшно страдают. У нас все есть. Мы что-то и одетые. И у нас благодатное место. И завтра батюшка вылетает с Австралии. Чтобы все молились. Чтобы благодатный был летчик. Благодатные руки. Самолет, воздух. Не попал нигде в разу. Ну долетел бы, как хочется. А если он не прилетит, упадет на океан. Будет Бога и тогда благодарить. Потому что батюшка садится. Благословенный. Ахиепирска, по-моему, его нам. За него все молятся. Он в лучшем состоянии там никогда не будет. Вот со своими овечками-то. А только... Ну стоять на одном месте. А одного места столько ближе к Богу-то будет. Километра на пять, на шесть еще. Благословенный Господь. Что даровал насчет доходство от Павла. Который говорит. Не отверляю благодати Божией. Аминь. Иванкина 2,8 глава. Тричи. Да. Вот здесь. 5 стих. Ученики же Его спросили у Него, что бы значила притча сиян. Раша это значение. А притча состояла не из одного вопроса. Чем вызвано было? Еще вопрос не знаю. Чем вызвано Господь Шапецов сказал? К этой притче мы сегодня еще дополнительно вопросы задали, которые Господь не ответил. Он рассказал, что все люди разделяются на четыре категории. Но на все четыре категории упало семя. Мы-то попадаем в такую категорию, где оно не отдало. Про это речи нет. Вышел сейсин сейсин. А если сейсин-то не вышел, то не сейсин. Но в те четыре категории-то оказываются заморозшены бурьяном. Почему? Вот вот ничего нет. Бурьян растет. И вот это в хранах, то в бурьяне. И в третьей книге езды, в последней главе написано как. И вот все. Тверние и ворсты. И поле делается непроходимым. И готовим только к сожжению. И апостол Павел Павел об этом говорит. И конец поковых сожжения. Вот к сожжению нас это готовили. Что только одно. Обрядность прищищается, исповедуется, прищищается, исповедуется. А народ, кто живет в грехах. И самые опытные исповедники говорят. Сколько лет я уже исповедую, одни и те же грехи приходят. Я говорю, какие грехи? Говори, грехи смертные. Не просто сказал там или простал. Нет. Люди живут в полном неведении и в незнании. Это надо заново распасить эту царину. Распашите на видео себе, как пророк говорит. Вот посмотрим, когда этот вопрос и кто задавал в Священном Писании. Что это значит? Я бы вопросом сейчас как можно проотвечить? Отмечал бы на все вопросы. Я бы тоже иные вопросы, которые никто не отвечает. Будет ли и дальше догадываться в дальнейшем? Возможно или нет? Будет ли момент, когда с каждым будет благодать и нет в этой патриархиве? Все прочее. Туда ходить нельзя и только отошла благодать. Отошел в кисликах. Никто не скажет. Поэтому лошадь и приходится вести. И поясняет. Слово Божие есть семя. И когда Господь располагал плечи, то возгласил. Слово «разгласил» означает «возвысил голос и вам рассказал». Кто умеет слушать, слышит. То есть кто не понимает, слушайте. У кого сердца ум есть, взнимайте. Понимайте. И разъяснил и опять возгласил голос. Знаете, как все время? Как будто простые слова это означают. Господь говорит. До каких пор будете безразличны. Громные бедраки. У тебя там бедраки. Сидит, как у слух на своей тарелке и вещей не слышит. Вот наше-то бедраки вымирание в чем. Что все все равно. Пробудить надо. Возгласить. Громко стоять на крыше и возгласить. Интересно придумали эту магнитару. На крыше. Стоит на мемориате и кричит. Зовет молитву мой. Специально и дружно стали кричать. У Малаханы любая бабка. Заводится и начинает споро там бить. А вот слушает. А там конкретные слова. Придите на молитву. Придите на молитву. Они тоже ничего не знают. Какой-то первый шаг. А то делать хотя бы голосом зовут. Но главная причина, что ничего не будет. Дьявол приходит и уносит и все царит. А то дьявол не допускает потерь. Дьяволу на дьявол еще новую работу наложили. Там похищают только. А то дьявол еще должен заблокировать, чтобы священник вышел, ничего не сказал. Ивангелев прокричали, прогрусали, жаном к народу зашли, и все опять данистреиваются и даже не откроют. А когда раскрыли его, еще не разъяснили. И все понимают, что это одна из частей богослужения. К Евангелию как к Слову Божию-то не относятся. Его даже считают. Отблагодареют. Но оно будто никак не проходит. Все сделано для того, четыре замкаем и понятный язык нараспет. А дальше от народа поставят. Это все дьявол делает. Если просто монах какой-то сидел и придумал. Через монах это дьявол. Дьявол приходится уложить. Я нашел прямой ответ. Все просит того, чтобы Слово Божие достигало предместа. Я не знаю дьявола. А не то, что они такие мудрые сидели монахи и додумались. За то, что я ничего не вскрыл, если сказанное вы не помещете дальше. Ну, вот бы я вам сказал. Теперь можно как-то писать на метафор, напечатать. А тогда этой возможности не было. О законе 6-ая глава 20-я и 21-я стихии. Если спросят у тебя цены твои, что значит тень устала, постановления, закона, то скажи. Ну, с чем это вызвало? Скажи. А что сказать? Сейчас я спрошу и опять никто не ответит. Ну, новое поколение народисты скажет, у нас тут такой закон, Конституция своя, помимо делом. Ну, понятно, что мы и верим, и избранным. Но почему именно нам его дал этот? А потому, что мы были рабами в Египте. И чтобы отделить нас оттуда, он вывал нас в казнине. И чтобы мы не смешались с физическим народом, он дал законы нам. И чтобы мы дождались в партии, и он дал закон. Через это приношение напоминает нам, что человек грешен. И чтобы этот ад безбожий верующий на тебя грех мира пришел не на пустое место. Вот что нужно входить. И когда они ходили, ходили на бедованную землю, а впереди река и Адам. Мы сейчас на начале переправнула, но у нас это хорошо, если бы он заходил, так и в мост сделать. Так он переправил в первую очередь бомбер. Но Играин получил такой сверху, который никакая мяса у него сбомбила. И Адам прекратился, впереди поставили как бы плотину, где продляться, потекло по полям, и где они в посоху пошли. Ну, кто-нибудь такой еще не заметил, это чтоб запомнить, старейшины из каждого племени, возьмите по камню, по будучи, и вот они принесли. Где эти камни? Сейчас спросите, а что вы знаете, вы знаете, что есть город проклятия Ерехон. И на эти двенадцать камней положили они в Гангале к восточной стороне Ерехона. А колесно это Гангал, а Ерехон пришел, и самим Ерехоном попал на разбойника. Связь-то какая? Город обступник, город проклятия, город, разрушенный городом бедительным чудом. И дальше, и когда придет время, вырос тут новое поколение, подойдут что-то в камни, лежат тут и спросят они, а что это за камни? Что они означают? Я поясняю, сколько вопросов может возникнуть у детей. Ученики спрашивают, а что означает тысячи? И вот это слово, что означает, я хочу выяснить, когда оно появлялось, и как разъяснялось. Иногда через длинные вещи. Вы скажите, когда спросят по следующим годам, что означают эти камни, как было трудно, как нас пристрелили, и как получили от Бога указания занять эту землю, при том заняли ее жестокостью. Насильно. Уничтожали нас, и Бог так повелел. Может было только повеление, чтобы сейчас пришли туда Магометане, и китайцы, и нас уничтожили, и заняли эти веры. Тогда что может быть? У Бога, мы знаем, это уже пройденный этап. И там же ведь дети играли маленькие. Единственное, кого оставляли только девочек, не познавших Бога. Почему они издавятся в беремене, от них еще народятся и верят. А эти все уничтожили, для одного уничтожили. А с вами подобойтесь о беременной женщине, и сразу пополам закрывайте, потому что неизвестно, кто там родился. Прямое повеление о беременной женщине говорилось. О всех мальчиках. Это воины, враги. Даниила 7.16. Подошел я к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. Были показаны звери, выходят из моря, и как они выглядят. А что это значит? Вот за чего Ленин пришел? Ну надо же вот такой выродать. Вот Гитлер. Вот надо же вот такой людоед пришел. Ну почему? Зачем? Вот сейчас это учение. Зачем? Мы должны зайти до этого. И подошел один из карток, начал объяснять. Нам объясняет Дух Святой. За Ваше благородство, Те Сищество, Бог восстанавливает, скорее, Израиля. И дальше начинает. А теперь против Израиля восстанавливает, чтобы их покажать. У Бога все делается, заранее подготавливается. И народ будет грешить, когда на то время рождаются Чингисхана, Кирилла, аварий, новые будут подниматься облучители. И они уже растут в лесах. Для русских уже где-то дубина очень хорошая заготовлена. Потому что сейчас ни о чем речи не только одно. Раз, врать деньги, раз, врать деньги. Так это не может продолжаться бесконечно. В Деяниях 10-17. Иногда вопросы, что это означает, бывают и у верующих. Особенно тогда, когда есть что-то свое, старообрядческое, которое тащится, мешает служить. А у нас так это принято. У нас тоже были кружки вошли. Это все отмем. Я тоже родился и вырос меня перстали. Потом Бог у меня это упал. Разницы никакой нет. Я заходил за это. Только в Боге. Но это предстоит ни при чем. И Петр, который знал все, однажды видя сверху сосуд или полотна. И вот, говорит, когда Петр не изумевал о себе, что бы это означало видение? Ну что оно? Из-за чего? И в это время посты не отказались. Вот наши видения все должны соединиться на том, где Бог открыл вход язычникам в церковь. Видения должны быть о том, что люди благовестны. И Павел в мощи было видение. Представлитель Македониянин. И что сказал? Сделал Павловничество? Мощей побольше раздай. Кресты поклонные ставят. Храмы изголотить. Нет. Хреби помоги вам. Дайте свет. А отсюда слышен бакедонский крик дайте свет. Люди гибнут без Христа и настал в последний миг. Дайте свет. Это у бакистов, который поет в Салон. Они это поняли, мы не поняли. У нас этого крика нет. У нас наоборот крик один. Залейте, тушите, не давайте. У нас анти-вакетонский крик. Что это означает? Это означает лютые волки пришли, не щадящие стадо. Я свет нашел. И что? Реактор на нем Бороза, Петрохирьи, это все волк. Волк-юпирскоп. Волк может потерять быть, если он против Слова Божия. А что против Слова Божия? Это надо показать. Бытие 41-32. Когда был сон фараону, то Иосиф говорит, а что сон повторил фараону дважды? Это значит, что это истина Слова Божия. Когда Иоанна Катьяна спрашивает, а после сона два раза повторится, даже нахаляешься, он говорит, дьявол может засты два раза повторять, что ты только поверил. Дьявол все может сделать. Поэтому ты утверяйся, что это истина Слова Божия. Видите, какой ответ-то. Он не сказал, что это сон истины, но что истина Слова Божия. Вот сколько раз считаешь, что даже этого не видишь, и в два раза, и значит сон и сеновиде за это уходились. А тут пояснение даешь, что Слово Божие, то есть Слови, какого Божие сон, такое сходится или нет? Числа. 14-30 часы. 34. По числу дней, которые вы осматривали Землю, 40 лет, год за один день будете ходить по пустыне. Да вы, да вы познали, что значит быть остальным мною. И вот мы бродили, бродили, бродили 72 года. Кажется, Бог дал свободу. Все ругают про ветерин, Михаила, там, борец, виноватый. А они дали нам свободу. Это это, помените им только свободу. Чтобы Бог их спас. Они несчастные люди, москлонные, не знают Бога. Но через них, через столя Кира, Бог вернул народу израильскому свободу. И они говорят, пройди и сложи помазаннику Божию Киру. Совершенно язычный Китая. А о Боге и Боге еще не знают. Это как только мой помазание. Потому что мое дело через него совершилось. И когда сегодня говорят, что вот эти, которые перестройку начали, и они помазанники могут быть Божи. Ну ты думаешь, что говоришь. Я думаю. Писание так говорит. Бог совершает свое дело, как он его. На что это означает? Ты сам додумайся. Третий Карт 12.21. И сказал слуга, что это значит, что ты поступаешь. Я уже говорил об этом. Когда ребенок полет, постился, умер, то есть встал и ест. Что это означает? И люди, которые смотрят на нас, что мы провожаем радостный человек, который умер, не убиваясь, а Бог сам не рьет, жена лицо себе не заразит. Вот этим самым мы подтверждаем, что мы верим в воскресенье. Но когда оскорбит, она на кого-то ее покинул, плачет. Это лучшая доказательство передвечника, что мы не верим в воскресенье. Мы положим свою веру. Случилось несчастье. Благодарим Богу. Благодарю Богу сделал. Вот что это означает. Исайя 2.22. Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в нас дряснило. Ибо что он значит? Вот на этот ответ? Вопрос. Остарайтесь найти ответ в наших книгах. Мы постоянно показываем. Вот Патриара говорит. Вот митрополит. Вот выступает. Искала святую послову Божию. Что это означает? А ну, блестящая одежда. А пути истины, он не знает. Мы нашли блестящий путь посолу Божию. И куда бы не повернешь, у нас везде напоминание о великой благодати данной через слово его. Что значит человек? Слени, прах и гниль и вонь. Два года этого нищего нет. А он уважает. А у него такое богатство. Вот он такой-то. Ну, это сегодня. Это положено поднимо кладбища. Вот разрыли. И посмотри, кости и гнильем. Где соль, где князь, где нищий? Вообще никакой ни одежды ничего нигде нет. Это было золотишко, которое уже давно украли. Это все только сегодня. И гордиться совершенно вечем. Языкию 17-12. Скажи вятежному Тому. Разве не знаете, что это значит? Вот пришел Старь Бавилольский и взял тогда. Что это значит? Возвездие за грехи. Революция. Возвездие за грехи. Я вопрос задавал Александру Геевну, Дмитрию Дютко. Я не мог найти ответа. Если столько много говорят плохого о Англишке, Распутине. Но почему Старь был так близок с ним? Он жать и не видел. А другое это про Распутина-то, Егор Ефимович, я ведь не знал. Никакой миниатуры не было. Сегодня все это откроется. И я понял, что Распутинь был намного правее, чем Царь. Даже правильный не надо было. Царь просто младенец по правиле с ним. Распутинь присылал к Евраму. Умолял и махал. Старь, не начинай войну. Начнешь войну с Германией за смерть. Он это видел все. А то в 16-м доме, кажется, он начал выписать и сделать. Он ничего не видел. Нет. Надо было больше уважать. Мы консолидируем народ. Он слепой был Царь. Если у него было ощущение прогресса, только тогда, когда он был ближе Патерского уже дома. Вот где? Ну вот с ним, как он слепой. И теперь я нашел ответ. Потому что человек из народа. Он и Писание плохо знал. Совершенно неграмотный мужик. А он указывал правильный Путину. А если бы это был какой-то эмпирископ. Прямо говорил по слову Божию. Да поставил, просто запечатал бы все. Были такие, кто бы не напали на меня. Наскал, что бы. Надушил его и все кончилось. Это видимо так, как через елогиева какого-то. А вот он был мужик. И начинает дальше. Это и удивительно. Что он точно сказал. Меня не... Окончание проповеди нет. Закончилась кассета.